Мы снимали эти кадры 27 октября 1984 года, когда столица Бам-тында встречала героев стройки века. Победителей приветствовал кандидат в члены Политбюро, секретарь ЦК КПСС, товарищ Долгих. Дорогие товарищи, 10 лет назад мир облетела короткое звучное слово БАМ. Началась гигантская стройка, которую по праву называют стройкой века. И в этом нет преувеличения. По размаху строительства, введенным в действие людским и материальным ресурсом, сложности технических проблем, сооружение Байкал-Амурской магистрали является делом уникальным, не знающим аналогов в мировой практике. И вот наступил незабываемый день. Только что состоялось открытие рабочего движения поездов на всем протяжении магистрали. У каждого из нас свой БАМ. Для воинов-железнодорожников это полторы тысячи километров на восток отсюда, до самого океана. Мирный труд стал для них истинной школой мужества. Для тех, с кем шла наша съемочная группа в 70 лет, это огромный путь от Великой реки Лены до этого золотого звена. Вот и все. Замкнулось полотно, и последний выложен портал, золотое светится звено. Ты об этом десять лет мечтал. И когда оркестры громом брызнет, ты поймешь, что в ливнях и пыли лучшую дорогу нашей жизни мы с тобой и вовремя нашли. То, о чем мечтали, к чему шли долгие годы, свершилось. И еще произошло то, о чем даже не думали. Рельсы соединили не только поселки и города, они соединили судьбу людей. Десять лет назад мы впервые встретились с ним и даже не заметили, как стали друзьями. А поняли это только тогда, когда пришел час расставания. Мы расскажем сегодня о них, наших друзьях, в этом двадцатом фильме нашей кинолетописи. Вот и все, замкнуло полотно, и последний выложен портал, золотое светится звено. И когда оркестры громом брызнет, ты поймешь, что в ливнях и пыли лучшую дорогу нашей жизни. Виктор Иванович Лакомов Самый знаменитый строитель магистрали. Известный всем с того самого дня, когда впервые прозвучало слово БАМ. Тогда ему, герой социалистического труда, 17-й съезд комсомола, поручил возглавить первый ударный отряд, отправлявшийся на БАМ. За его плечами было уже несколько сибирских дорог и одна даже в Чили. Вот таким молодым, молчаливым, в любимой кепке запомнился нам Лакомов в первое БАМовское лето звезды. Тогда все были лесорубами. Потом Виктор собрал бригаду и повел укладку пути от Усть-Кута до Давана. Вначале счет шел на метр, заканчивали рекордом, более четырех километров в сутки. Это были свидетелями их работы на последнем участке перед Даваном. Они поднимали дорогу в горы, в обход строящегося тоннеля. Они спешили. Этот обходной путь был необходим, как воздух. Только он мог обеспечить бесперебойную доставку материалов горячим точкам Бурятского участка магистрали. Это была одна из первых крупных побед. 277 километров пути были пройдены на год быстрее, чем полагалось по плану. В тот день депутат Верховного Совета России Виктор Иванович Лакомов передавал эстафету бригаде Александра Бондаря. На праздники в Тынде мы говорили об итогах всего десятилетия. Ну вообще, чувства самые непонятные какие-то. Понимаете, 10 лет – это очень долго, и в то же время они как-то быстро пролетели. Мы вроде только почувствовали вкус в работе, в августе, вот такой в жизни, в стремительной нашей жизни. И вдруг все закончилось. Ну а чувства самые приятные, потому что сделана огромная работа всеми нами, всеми строителями, и теми, кто помогал, и всей страной. Хотелось бы и молодеть, но, допустим, это дело не подвластно. Ну а так нужно оставаться просто, не знаю, человеком, и все. Конечно, седину можно спрятать под шапкой. Молодость, увы, уже не вернешь. 10 лет – срок немалый. В остальном Виктор Иванович не изменился. Все так же скромен, требовательный к себе и другим. Не утомим. Прибавилось разве что гордости за учеников. Виктора Ивановича Лакомова я знаю с 1968 года, что на строительстве, познакомились мы на строительстве Хребтово-Встелинское ГЭС. Ну, с самого, с самых первых дней знакомства. И на протяжении вот уже 15 лет нашей с ним дружбы, это знакомство перешло в дружбу. Я всегда старался как-то подражать Виктору Ивановичу, быть похожим на него. В нем всегда меня подкупала его честность, доброта, внимание к людям. Слава Аксенов тоже воспитанник Лакомова. Примите самые мои сердечные поздравления. С таким выдающимся днем в вашей жизни. Пусть этот день запомнится вам на всю вашу долгую совместную жизнь. Будьте счастливы. Здоровья вам. Сегодня у Славы и Ани уже трое ребятишек. Через три года Слава Аксенов сам возглавил новый отряд имени 18-го съезда комсомола. А теперь сравнялся с учителем и в звании Героя Социалистического Труда. Незадолго до Стыковки мы заехали в легендарный поселок Звездный, откуда все начиналось. Повидаться с друзьями. Леня Казаков собрал кого мог у памятника первому десанту. С чадами и домочадцами. Мы снимали их и думали, когда еще свинемся. С Казаковым мы познакомились в семьдесят пятом году. Его бригаду тогда мало кто знал. Они укрепляли склоны, монтировали водопропускные трубы. Работа на трассе не самая громкая. Ты и Казаков не изговорнила. Впервые прославились они на пятьдесят втором километре. Им предстояло сделать глубокий фундамент и уложить в болоте большую стометровую трубу. От них зависел своевременный приход первого поезда в Звездный. Работали с рассвета до заката. Иногда с сутками без сна. В три раза перекрыли они срок монтажа той важнейшей трубы. И стали бригадой, которая крепка по сей день. К своим тридцати годам Леня Казаков стал героем социалистического труда, членом ЦК КПСС. Но остался таким же добрым и отзывчивым парнем, каким запомнил с нам первый Бамовский горы. Человек счастливой доброты. Счастливый, потому что не страдает от нее. Не считает ее слабостью. И в доброте его настоящая мужская сила. Все эти годы Леня прожил в Звездном. Вернее, там был его дом, куда он возвращался с трассы. В одном из фильмов нашей кинолетописи Галя жаловалась, что редко муж бывает дома. А сама улыбалась. И было видно, что она гордится мужем. И всей их замечательной, дружной семьей. Еще одно воспоминание. Девятнадцатый съезд комсомола. Два бригадира, два героя, два друга. Нам кажется, что они даже чем-то похожи друг на друга. Может, счастливой судьбой? В день укладки «Золотого звена» Леня Казаков был среди тех, кому доверили торжественное открытие обелиска. В память об этом событии и его участниках из всех республик нашей страны. Возвращаясь в Москву, всякий раз мы еще долго видели эти дороги во сне. Бесконечные, холодные, тряские дороги. Всем на БАМе бывало нелегко. Но, пожалуй, поначалу труднее всего приходилось шоферам. Мы это видели, пережили. Мы это знаем не из чужих слов. Это они сквозь тайгу и болото везли первых десантников. Это они пробивали зимники, чтобы доставить к тоннелям тяжелую горную технику, электростанции. А потом изо дня в день снабжали их горючим и всем необходимым. Невозможно даже перечислить все, что сделали эти люди на БАМе. Оценить их вклад в общую победу. Давай, 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 едем, да? Давай, 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 едем, да? У меня хватит. Держай. Да попробуем. Еще нам до ночлега, будь здоров. Стекло, стекло в дождинках, словно в каплях бот. Один чудак сказал про шоферов. Им что, у них сидячая работа? Да ладно, ну подумаешь, сказал. Есть люди, во всем по слухам судят. И все же я его с собой бы взял в обычный рейс, хотя бы на десять суток. Пусть этот балаболка и профан почувствуют нутром дыхание зной. Не заболят глаза от встречных фан, и сердце вздрог, и спина за ной. Пусть побуксует, ежели не трус, в осенней глине чавкающий жир. Ему тогда покажется, что груз он тащит лично, сам, а не машина. Пусть он в горах почувствует гололед. Когда дорога вверх ползет упрямо, Прочтет табличку там, где поворот. Володя Чумаков поехал прям. А дальше год, и месяц, и число. И тишина, и ночь на трапах звезд. Собрату моему не повезло. Он за рулем уснул, проснулся поздно. С чем сравнить масштаб всех проделанных на баме работ? Три тысячи километров пути — это простая и ясная цифра. А скажем, шестьсот миллионов кубометров грунта, Которую нужно было поднять, перенести и уложить в насы. Как представить себе этот Эверест? Можно назвать число машин, участвовавших в этой грандиозной битве. Умножить на четыре тысячи дней. Но и это не даст полного представления о сделанном. КОНЕЦ КОНЕЦ Пусть она не мешает! Что она мешает? А вон, что там не мешает! ПЕСНЯ ПЕСНЯ С Анатолием Ивановичем Подзареем мы познакомились 8 лет назад и поняли, что должны сделать о нем фильм. Порторг тоннельного отряда, строившего уникальный 15-километровый Северомуйский тоннель, оказался таким удивительным центром притяжения, организатором духовной и общественной жизни, с каким прежде мы не встречались. К концу работы над фильмом Порторг произошло событие, опечалившее всех в поселке Северомойск. Анатолия Ивановича у них забрали. Мы снимали эти кадры, когда Подзаре еще обсуждал с секретарем Райкома Ключков предложение министерства стать во главе отряда, которому предстояло пробить 4 тоннеля вдоль северного берега Байкала. Это было и почетно, и страшно. Но он сразу согласился. С тех пор мы много раз бывали здесь у Анатолия Ивановича и видели, как пребывает в нем уверенность, исчезает внешняя суровость, как тянутся к нему люди и радовались за своего друга. Были очень сложные моменты. Иногда, я вам скажу честно, что ночью я думал так вот, я думал, действительно, выдерживали я испытания. Мне 46 лет. Буквально будет через месяц. Я считаю, то, что было до БАМа, это определенная жизнь ступень. Но то, что на БАМе вот пришла жизнь, я считаю, это мой звездный час. Я вот горжусь, мне повезло в жизни, что-то оставить после себя след на земле, которыми буду гордиться всю свою жизнь, которыми буду гордиться. Наша профессия, профессия горняков, проходчиков, тоннельчиков, это особая профессия. Профессия опасная, потому что условия работы по земле всегда связаны с большими сложностями. На долю отряда подзарей достались скверные, рыхлые грунты. Крепить приходилось буквально каждый сантиметр свода. Несмотря на это, то в одном, то в другом месте возникали подвижки, не выдерживались стальные балки. В прежних фильмах кинолетописи мы не раз говорили о высоком уровне сейсмичности в зоне БАМа. 300-400 землетрясений в год. Можно понять волнение Анатолия Ивановича, ведь он отвечал не только за проходку, за план, но и за жизнь каждого человека. Однажды под зарей познакомил нас с Толей Тарасовым и его женой Надей, двумя специалистами, от которых прежде всего зависела точность проходки тоннелей. И рассказал вот такую историю. Большая беда случилась с Тарасовым и Анатолием. Он попал под взрыв, получил тяжелую травму. Можно сказать, что в судьбе у него произошел переворот. Другой бы ушел бы из тоннеля, поменял бы свою специальность. Но Анатолий Тарасов оказался верным своей специальности, перенес эту травму, снова вернулся в строй и продолжает работать. Это пример мужества, любви к своей профессии. И сегодня Анатолий Тарасов пробил второй массовой тоннель. Я считаю, это победа его жизни. Это потому что он отдал все у себя. Он очень волновался, когда был сбой у третьего тоннеля, и когда произошел последний взрыв, и когда точность попадания двух забоев была по нашим допускам сверхточная. Я видел снозу Тарасова, и его радость, и его счастье, да, и Литву Человековичу. Тогда, семь лет назад, все подумали, что Толю сразила на повал. Врачи сумели собрать заново и руку, и ногу, вынули десятки осколков даже из глаз, вернули 20% зрения. Остальное сделала жена. Подняла его, научила ходить. Через два месяца еще в гипсе Анатолий пришел в тоннель. А еще через два мастер спорта Тарасов вернулся на лыжню. Этому славному семейству на Байкале недолго осталось жить. Такая у Маркшейдеров работа. Увидимся ли мы еще когда-нибудь? Шестнадцатый тоннельный отряд под началом Анатолия Ивановича Пацарея отпраздновал здесь, на берегу Байкала, четыре победы. После проходки последнего, четвертого тоннеля, мы говорили с ним о будущем, о том времени, когда все будет завершено, и первый поезд пойдет через их тоннели. Для меня это было большое счастье. Когда я вот увидел, что кистоннели, которым отдано много сил, энергии, труда, знаний, здоровья к этой степени, этап завершен, и по нему уже идет поезд, поезд по моим дорогим тоннелям. Это огромное радость и счастье. Мой Уаян покрытся с новой шапкой, погульника каймою окружен, а рядом ангара бежит украдкой к Байкалу у подножья синих гор. Уаян, 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 ты подснежник, цветущий в снегу. Уаян, 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 ты построен в морозы в фургу. Уаян, 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 ты подснежник, цветущий в снегу. И тебя, Уаян, я забыть не смогу. А раньше здесь тайга стеной стояла, медведь свою добычу детям нес, и времени прошло совсем немало, и вот ты слышишь переступ колес. Уаян, 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 ты подснежник, цветущий в снегу. Уаян, 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 ты построен в морозы в фургу. Уаян, 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 ты подснежник, цветущий в снегу. И тебя, Уаян, я забыть не смогу. Ты все растешь, ведь ты прожил немного, ты все о чем-то шепчешься с тайгой. И пролегла железная дорога, связав тебя с далекою Москвой. Уаян, 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 ты подснежник, цветущий в снегу. И тебя, Уаян, я забыть не смогу. Пожалуй, только из космоса можно охватить разом всю эту строительную площадку длиной в 3000 километров. Но штаб ее находится на земле. Заместитель министра транспортного строительства Константин Владимирович Мохартов, возглавив это грандиозное предприятие, сразу перенес свой штаб из Москвы в центр стройки, в тым. Признаемся, что первая встреча с Константином Владимировичем не запомнилась. Разъезжая по Баму, мы встречали его то на одном объекте, то на другом. И мало-помалу от встречи к встрече в нашем представлении складывался образ глубокого, умного, справедливого человека, влюбленного в свою стройку, внимательного буквально к каждому. Ему, пожалуй, было труднее всех. Дело не в возрасте, хотя именно здесь Константин Владимирович встретил свое 70-летие. Просто на его долю досталось столько волнений организационных и душевных, столько испытаний, экспериментов, комиссий, столько разъездов по трассе. Выдержать все это мог только очень сильный человек. Конечно, у Мохротова были умелые и знающие помощники, но ни одно важное дело не обходилось без него. Незадолго до стыковки, до золотого звена, нам довелось совершить большую поездку по всей трассе Бама вместе с членом Политбюро ЦК КПСС, первым заместителем председателя Совета Министров СССР, товарищем Альниевым. Это была деловая и очень насыщенная поездка. Мы наблюдали за Константином Владимировичем и видели, с каким удовольствием он знакомил гостя со своими любимыми бамовцами, как перечислял он их доблести и рекорды, как говорил о самоотверженности и преданности делу. Словно все они были его детьми или внуками. Он знал, что они платят ему тем же и даже называют наш дед. Мы видели, с какой гордостью показывал Константин Владимирович новые поселки, станции, города. Он имел право этим гордиться. Строительство Байкаламурской магистрали, ход строительства находится под постоянным контролем Центрального комитета КПСС, Политбюро ЦК, Совета Министров. И стройка века, как ее назвали советские люди, реальный факт. В этом, мне кажется, главный итог огромной поистине героической работы, которая осуществлена за истекшие 10 лет. Ургал, Ния, Алонка, Уаян, Кунерма, Улькан, Леприндо, какие названия. В них слышатся голоса ивенков, якутов, бурятов. И за каждым встают в памяти люди, создавшие всю эту самобытную красоту, как вечное напоминание о Грузии и Украине, Азербайджане и Молдавии, Литве и Казахстане. Быть может, один из самых ярких уроков БАМа – идея шефства республик. Она позволила избежать утомительного однообразия стандартов и зримо воплотила память о том, что БАМ действительно строила вся страна. Разрешите меня, как члену исполнительного комитета нашего молодого сибирского города, города Тындель, поздравить вас сейчас в создании крепкой нашей БАМовской семьи и пожелать вам отличного здоровья, много-много детей. И пусть разбивается Дальний Восток, и вы крепите. Камеры-то всегда же мешают, да? И вам, и я. Еще раз хочу пожелать вас просто-напросто крепкого здоровья, крепких детей и побольше детей. Речь, которую вы только что слышали, произнес наш земляк, москвич Анатолий Гусев. Тоже наш старый друг и герой одного из фильмов нашей кинолетописи. Два имени Гусев и Тында теперь не разделимы. Это он, его бригада построила эти дома, возвела в столице БАМа частицу нашей общей столицы Москвы. Однажды Константин Владимирович Мохартов сказал, что в начале стройки он мечтал, чтобы для каждого здесь БАМ стал самой главной строкой биографии, смыслом жизни. Еще тогда, когда мы высажились в непроходимую тайгу, когда у нас еще под сути дела не было ничего, ни жилья, ни воды, ни хлеба, все приходилось забывать на месте, но уже тогда мечтали о том дне, о том годе, когда мы будем заканчивать эту великую стройку. И такой день практически настал. Наши мечты какого-то далекого будущего фактически сбылись. Мы немножко постарели, у каждого прибавилось 10 лет. Но прожили мы эти трудные годы хорошо и сделали огромное дело. Трудно себе теперь в мечтах даже представить то, что мы натворили за эти годы в этой суровой войне. Сегодня можно многих еще сказать из этого отряда. Иванов, он скажет, я в строю. Мучитель я в строю. Бондарь Саша я в строю. Виктор Лаком я в строю. И дети, и внуки ваши будут гордиться тем, что вы пионеры, первопроходцы, строительства Байкала-Мурской магистрали. Бамовцы с честью выполнили постановление правительства, открыли движение во всей Байкала-Мурской магистрали, а это значит открыли движение и в большое будущее. Это замечательно, хотя и сурово, на богатого края. Когда товарищ Долгих вручал Константину Владимировичу золотую звезду героя, нам подумалось, что такие точные слова из Бамовской песни «Стройка обошлась бы и без нас, нам же без нее не обойтись», тут как-то неприменимы. И невозможно представить «Стройку» без таких людей, как Мохартов. Здесь он прожил трудную и счастливую жизнь. Здесь все начиналось с палаток, с костров и гитарных песен, а кто говорит, что для схваток, для подвигов мир будет десен. С тайгою привыкли спорить, ведь мы из Корчагинской стали, дела будут сердцу вторить на каждой версте магистрали, на соках у Байкала бабульник расцветает, и сосны тянут ветви к небесам. Здесь города и люди, как сосны, вырастают, и дети на уроках и шипал. На этом путили морозы и пели над нами метели, от холода капали слезы, от холода руки немели. Мы трудностям смотрим прямо в глаза и спешит дорога, и путь у гладчиков Бама осталось пройти немного. На соках у Байкала бабульник расцветает, и сосны тянут ветви к небесам. Здесь города и люди, как сосны, вырастают, и дети на уроках и шипал. Нам повезло. Семеро наших друзей стали героями, и один из них — Саша Бондарь. Нам повезло. Среди тех, кого мы начали снимать 10 лет назад, оказалась бригада, которой доверили завершение стройки века. Мы наблюдали, как ребята из бригады Бондаря устанавливали свой самодеятельный памятник победе, пути, пройденному бригадой, и ощущали свою причастность. Ведь мы почти весь этот путь прошли вместе с ними. Страницы семейного альбома Александра Бондаря. История, похожая на десятки таких же бамовских историй. Некоторые из этих событий вошли в нашу кинолетопись. Разбирая архив, мы отобрали из множества встреч с Бондарем и его бригадой всего несколько эпизодов, чтобы показать, как они работали и как жили. На долю бригады досталась укладка рельсов на огромном участке. За шесть лет они прошли со своим путеукладчиком более семисот километров. Прошли в самом прямом смысле пешком каждый километр и по нескольку раз. Мало того, на их долю достался и сложнейший по профилю участок. Им пришлось преодолевать три горных перевала, поднимать путеукладчик по крутым склонам. Это им удалось побить рекорд скорости укладки, установленной когда-то бригадой Лакомола. В конце пути они уже укладывали более пяти километров в сутки. И все-таки самым трудным было начало и первый их перевал Таван. Тогда бригада Бондаря только что приняла эстафету от Лакомола. Стояли морозы под пятьдесят. Можно было не работать, но они работали. В ту зиму часто случались перебои. Не хватало шпала, рельсов. Они слали гонцов на заводы поставщики, митинговали и даже выступали со спектаклем заседания порткома по пьесе Александра Геймана. Я прошу вас, товарищ Потапов, очень вас прошу. Снимите из повестки дня свое предложение. Заберите свои тетради. Поверьте, я прошу вас не потому, что боюсь наказания за срыв пуска. Во всяком случае не только поэтому. Так зачем же вы начинали, Павел Ильич? Что за чем? Ну, строительство. Вы же знали заранее, чем все это кончится. Ну, что вы думаете, если я управляющий, я все могу. У меня был приказ, был план. И вы не сопротивлялись? Ну, как же сопротивлялся? Конечно, сопротивлялся. Ну, и как вы это делали? Ну, доказывал, убеждал, в главке разговаривал, матом даже ругался. А они? А они ничего-ничего, мол, начинай. А вы? А что я? Ну, что я? Ну, ведь вы же знали заранее, чем все это кончится. Вы же могли в крайнем случае написать заявление или поставить вопрос ребром, или снимайте меня с должности, или обеспечьте начало строительства всем необходимым. А если, кстати, очень ценен был тем, что мы своими словами, может, и без мастерства, может быть, без такого актерского, а говорили своими словами со сцены то, что наболело на душе, то, что нам было дорого. О тех проблемах? О тех проблемах, о тех трудностях, о тех задачах, которые мешали нормально жить и нормально работать. Об их театре, Народном театре «Молодая гвардия» мы рассказывали в фильме «Максималисты». Встречи с ним дорогие для нас воспоминания. Они играли Маяковского, Погодина, Островского, Фадеева, Шукшина и учились у них. Это была высокая школа нравственного, духовного воспитания всего их коллектива. А главным действующим лицом в этой школе был Толя Байков. Выпускник Московского института культуры, профессиональный режиссер. Он стал простым рабочим в бригаде Бондаря. Он делал все, что делали другие. Квал рельсы, валил лес, строил дома на их театральной улице в Кечереве. Сколько раз мы наблюдали такие сцены. Толя огорчался и смеялся, негодовал и аплодировал. Он отдавал им все, что знал и чувствовал. Все, что умел и что имел. Без остатка. Тогда никто из нас не знал, что он неизлечимо болен. И сам он не знал, что сила его на исходе. Только сейчас, когда Толя не стала, мы поняли, как много сделал он для всех. Созданный им театр стал настоящим комиссаром бригады. А здесь театры не только чтобы просто вместе играли. Мы стали семьей, единой семьей. Все вопросы, все мы решали вместе, сообщать. То, что бригада, скажем, наша стала театральной бригадой, это мало что его заслугало. Это надо сказать, что вокруг него сплачивалась бригада. К нему приходили люди. Приходили люди к Байкову. Вот и создание спектаклей чисто бригадных таких как заседание парткома или по утру не проснулись. Эти спектакли они нам помогали в производстве, помогали и в быту, и в жизни. Он всегда говорил, мне не нужны актеры, мне нужны граждане в первую очередь, чтобы из вас получились граждане. Актеры, может быть, из вас быть хорошими не получатся, а гражданин должен быть получатся. И, в общем-то, правильно. Сколько всего было и радостей, и огорчений. Они не заботятся, не могут заботиться. И мы не расстанемся с этими ребятами, сколько хватит нашей жизни. Мы будем возвращаться и рассказывать о них. И буквально каждый из них достоин отдельного фильма. Вот слева в очках один из братьев Графовых, Володя. Вспоминаете? Это он играл Потапова в заседании парткома. Он и в жизни такой же, как тот его герой. Искренний, честный. Из всех качеств этой бригады, наверное, самое яркое умение жить насыщенно, разнообразно, от всей души. Умение украшать жизнь выдумкой, находить радость там, где другие и искать не подумают. Вот как они встречали своих жен на трассе за день на стыковке до золотого звена. Им, воспитательницам и просто мамам-домохозяйкам, врачам и библиотекаршам, постоянным партнершам по народному театру, было дано право прикоснуться к их мужской работе, внести вклад в строительство трассы, стать не только свидетелями события, которому они вместе, рука об руку, шли долгих 10 лет. Вот эти уже исторические, государственно-исторические камеры. Между двумя путеукладчиками Александра Бондаря и Ивана Варшавского считанные метры. Осталось буквально протянуть руку. Они прожили здесь трудную, суровую жизнь. Они прожили здесь прекрасную жизнь. Они достигли того, о чем мечтали. И память о созданном останется на века. шли сквозь годы века, мы с утра до темна. К этих нескольких метров золотого звена шли и трудно, и гордо. Но настал этот день. было в слове стыковка, эхо звезд пути. Десять лет шли. Вдруг десять лет мечтали об этом и кончилось все. Вернее, только началось на все работе. Я не могу поздравляю. Спасибо большое. От всей души спасибо. Поздравляю вас тоже. Вы тоже с нами дошли. Ну что, дошли, это хорошо. Хорошо, что мы пришли. Хорошо, что в конце концов есть такая стройка, которая связала нас всех. Я имею ввиду всех. Ну, весь наш, всю нашу молодежь. Просто неординарное событие. Ой, черт, зачем слова слушать? Просто словами не передашь того, что сейчас переживаешь, того, что чувствуешь. В первую очередь, жалко, что долин не нашел. Очень жалко. Я не знаю, как. Мне кажется, что судьба несправедлива. Должен человек дойти до этого, как до победы. Он оставил у каждого из нас такой след, который никогда, никогда не изгладится, который никогда не повторится, который останется на всю жизнь. Горячей сердечко поздравить с выбранной каски. Пошли с восходы и ветры. Мы с утра до темна. К этим нескольким метрам золотого звена шли и трудно и гордо, но настал этот день. Было в слове стыковка эхо звезд путей. Люди слез не сдержали и свершилось оно наших рукопожатий золотой звеном. Будем жить на пределе, возвышая страну, и шагать в каждом день в золотом звеном. ты работаешь дорога, по планете кружись, будто главная стройка продолжается жизнь. Будто главная стройка продолжается жизнь. Ты работай дорога, по планете кружись. работаем покрас satisfied хорошим your о лучшим кружись. Бог astes надо